Добрый день, уважаемые твардичане! Сегодня мы продолжаем нашу рубрику «Обратная связь. Ответы от первого лица». Я извиняюсь за такой большой перерыв между передачами, но все мы знаем, с чем это было связано, с предвыборной компанией и самими выборами. У нас набралось несколько вопросов, на которые я попытаюсь сегодня дать ответ. Первый вопрос о продвижении строительства канализации. Была неприятная ситуация у нас в Твардице, когда были созданы большие неудобства нашим жителям, нашим водителям. Мы за это просим извинения. Мы постарались это все восстановить. Сейчас вы это видите, уже, скажем, более-менее все нормально. Но я хочу пояснить. Сам процесс строительства канализационных сетей, вы прекрасно понимаете, конечный результат строительства канализационных сетей – это укладка асфальта и восстановление всего дорожного покрытия. Это произойдет, сразу вам говорю, ни завтра, ни послезавтра, дай бог, до второй половины наступающего 2024 года по-любому должно все осесть, обратно подсыпать, укатать и потом уже уложить асфальт. Я уверен, что большинство наших жителей это все прекрасно понимают. И дай бог мы все это завершим. И строительство первого блока завершим. Мы сейчас приостановили строительство, потому что в связи с погодными условиями, сейчас канун Нового года, после Нового года, если погода будет сохраняться, вот такая же погода, теплая и сухая, то мы продолжим окончательные работы, должны завершить этот блок и начнем подключение физических лиц к центральной канализации. После этого, как я уже и раньше говорил, мы принимаем участие в инвестиционных фондах, подали заявку на продолжение строительства как канализационных сетей, так и параллельно будем строить первый блок очистных сооружений. В завершении на вопросах по канализации, это иском до Дубая в Оштималку. Значит, я прошу всех, чтобы были в курсе дела и не спекулировали с этими вопросами, потому что процедура строительства контроля проводятся по закону. Поясняю. Контроль за строительством канализационных сетей проводит технодзор, который несет ответственность за правильность строительства, за правильность проведения канализационных сетей, за соблюдение проекта, и это все контролируется технодзором, но кроме этого, есть еще авторский надзор, что это такое. Авторский надзор – это контроль самого проектанта, чтобы проект соблюдался. Если есть какие-то изменения в проекте, это все согласовывается всеми контролирующими органами, также вместе с генподрядчиком, само собой и с примарией, с городским советом и с примарией. Если будут какие-то вопросы по этой ситуации, я вас прошу, не стесняйтесь, задавайте вопросы, можно и на сайте задавать вопросы, можно по телефону звоните, при встрече задавайте вопросы. Никаких проблем, я постараюсь вам давать исчерпывающие ответы. Теперь переходим ко второму вопросу, который был задан советником Иваном Николаевичем Шевриевым. Прошу обратить внимание на переулки улицы Ленина, Чапаева, Французова-Уличка, улица Ленина, Комсомольская, Франкта-Уличка, это очень проходные переулки, и когда будет завершен ремонт дороги и освещение по улице Ленина, почта переулок к стадиону. Иван Николаевич в принципе должен уже владеть ситуацией, ввиду того, что он является советником Французова-Улица, она у нас в планах на 2024 год будет связана Ленина с улицы Чапаева по Французова-Улице. Мы там сделаем ремонт моста и насыпем, сделаем белый вариант, чтобы можно было в любое время проезжать оттуда. Франкта-Улица, мы постоянно ее поддерживаем и думаю, что на следующий год, к весне, обратно мы вернемся к этому переулку и уже, скажу так, более основательно сделаем ремонт этого переулка с водоотводом, чтобы не смывалась щебень. И думаю, что это будет сделано тоже в первой половине 2024 года. Теперь по освещению улицы Ленина, также переулка Франкта-Улица и остальных переулков, я хочу сообщить нашим гражданам, что мы подаем, у нас есть проект уличного освещения по городу, мы сейчас делаем ему актуализацию и верификацию и подаем заявку в фонд САТУ Европян на продолжение реконструкции уличного освещения по всему городу. И я надеюсь, что мы в этом году завершим все уличное освещение, реконструкцию всего уличного освещения нашего города. Следующий вопрос о переулке Чапаева строймагазин. Невозможно ни пройти, ни проехать из-за транспорта строймагазина. Значит, этот вопрос я уверен, мы с Иваном Николаевичем вместе положительно решим, найдем варианты, компромиссы и придем к единому мнению, и будет создана безопасность пешеходов. Само собой, автотранспорт там практически, ему некуда ехать дальше, кроме вовраг. Поэтому там стоит вопрос более серьезный именно по пешеходам. И я еще раз повторяю, что мы с Иваном Николаевичем найдем вариант решения этой проблемы. Следующий вопрос по освещению участка улицы Чапаева. Вот, по этой улице конкретно, значит, аз обещавам, че до холода эта улица ще бъде восстановено уличното освещение. на той не веки работе закупала кабель, и сейчас поменяю кабеля, там там проблема то в той линия уличного освещения варей на ли знам сеньки по высоковольтной столбой и дорвато дету растет замыкал от линии житте из роту и выбивал от автомата и невозможно да они писали заявки в Фенос да за додата направят отключение до магнат шото тут уйтягнута прерогатива тя те чистят линии тяси и к сожалению ега половина година больше полгода никакви сдвиги ничто не сополучи и не приеме решение че ще поменяем линия та ще поменяем ше турин кабель коту да нема замыкание получше освещение имащий вопрос о прошедшем сильном снегопаде и проблемах в таких случаях искам докажа че зайте сгудине колкоту имащий таки ситуации ще кажа форс мажорни снег бура вятар и так далее тос снегопад не излязов с застоинством улиц сябяга учистене беше подсыпану и нареканее проблеме шакажет ай не поступава га у днаште жителе вопроса по отключение электроэнергии знаете прекрасно че по многу стои пядзесе населенный пункт устана без свет в том числе и твардица пример энерджи на примарие это ясно понятно че не соподчиня нали то е синките гу знаете заявки подаващи и примарие это и отдельно физически лица звониха просто саполучи тэй че практически те не саправяга с та ситуацией според той че не стигаха просто не стигаха рабочий раця да додат да устранят синките неполадки за ратой беши так вас чакаже неприятна ситуация че 2 сутки немагме свет но слава богу синкут са восстанови са продолжава да да са обслужива што неподертываем имаме среща с комерческий директор и те нас заверяга че ситуация под контролем веки че нема да се повторява дай боже да нема таки природни катаклизми както беше с тос сумасшечи авиатор и снегопад по въпрос водоснабжение гдето има 60-е проблеми нали беше безудар перепад электроподачи электроэнергии но шакажим изгуря насоса скважинта и слава богу намеряем возможности муниципального предприятия намеря возможности купя насос гупу мяняха и дольные края шакажим полуинта твардится гдето беше безудар почти целая неделя са восстанови водоснабжение ас искам да попроси окуем эти некакви вопроси именно по ремонту по подаче водоснабжения тима муниципального предприятия котря ванища турим номера телефонов камгодас обращават и куито ша мою дозвонити на те номера и те шави шави приемат заявки те или шави дадат ответ на ваште вопрос не разместим на сайта номера телефонов на муниципальном предприятии на пример энергии покойто вы можете обращават и дозвоните и да да вы помогли на ли решение на вашта проблема сега имам и уж один вопрос еще кажет о калви манинку даже неч неприятен но неожиданно беши за нас за синките твардичени чие с затваря банка энергбанков агентства энергбанка ух твардиться закоса затваря значит кажет попытки да обвинят някого в закрытии этот банк просто немат никакого почва под себе си и этот популизм на него не трябва что то има хозяин банка квоито приема решение и един ли хозяин два малюс они не знаю хокус хозяева банка энергбанка значит приехал такое решение оптимизации своих агентств уставят уставят пуйно агентство или филиал банка или сам банк не знаю как его назвал право уставят пуйная единица ух района в Тараклийский район две агентства филиал банка и агентства в Тараклии и в Твордице в Твордице те приеха решение дагу заторят сега ни аз лично кату примар имя беседы и со смолтинком банка и с Виктория банк с Агрейн банка практически со сингтя банки дед геймами в Чадар беще имя беседа за саутваря агентству к сожалению нику не с Сбира но шо шакажим менувами банка по зарплатный проект ше имя банкомат ше имя терминал дед шамоят шакажим дед шамоят обналичиват парите по пресс-карточке пресс-банкомате дед шамоят дасаправят пополнение шета и так далее синтетеси финансовые операции дед гейпраями ух агентству шамоят дасаправят на терминала и на банкомата искамени или ништем ни варим кам онлайн обслуживание какой то и той значит всичко то ше вари приз телефон приз компьютер и пак повторяем искамени ништем ни варим кам и той кото дед увеки шакажа полуинта свята и той внедрену и работи зарад той да може на някго нема даму и удобно нема да му и привычно нема да знае нали ще има ще кажем сайтови дето ще моят хората да влязат да прочитат да видят да се научат в конце концов нали животе на той не се запира и съм уверен че синкото ще бъде нормально и работа ще се продължена ли сега ако ми позволите уважаеми твърдичени искам на края на 2023 година да да пуздравя са настъпва што новата 2-х 24-та година и искам да пожелая на синките здрави мир космет добрини благополучия в семействата на всичките и надявам се че 24-та година ще ни донесе по голям позитив колкото заминаваща 23-та година да сте живи и здрави и Господ да е с нас